Что еще нам могут дать смежные науки? В издательском доме 1 сентября у меня есть дистанционный курс. Когда я писала лекции к этому курсу, у меня были лекции, три лекции или две там посвященные, что нам может дать психофизиология, нейропсихология и психология. У меня убрали эти лекции, психологи убрали. Ну, я их понимаю. Они очень ревностно относятся к своей науке. Но мне было сказано, я говорю, извините, я психолог, я занимаюсь много лет нейропсихологией. Почему я не могу об этом написать? Потому что вы даете логопедам. И что? Логопеды такие, извините, тупые, что не могут понять, как память развивать или как внимание развивать. А ничего, я говорю, что когда мы учились, получали высшее образование на дефектологическом факультете, у нас у всех была спецпсихология. Кто из психологов знаком со спецпсихологией? Никто. А мы с ней знакомы. Поэтому в меня могут полететь камни у многих. Но мы имеем право для себя, для своей работы, для внутреннего пользования использовать психологические приемы, которыми нас учили в институте. Ну, сейчас мы еще немножко, что нам могут дать смежные науки. И потом чуть-чуть остановимся, я посмотрю вопросы и на какие-то вопросы мы ответим. Итак, психофизиология. Вы много сейчас можете найти материала, интересных статей, популярных и не очень, научных и совсем не научных, о правополушарных, левополушарных, равнополушарных людях. В одной статье, в статье безруких Марьяны Михайловны, формирование навыков чтения у младших школьников, она написала, обращаясь ко всем специалистам. Поверьте физиологу, который уже много лет работает, нет правополушарных, левополушарных людей. Есть стратегии мышления правополушарного типа, левополушарного и равнополушарного. Конечно, нет. Это очень условное деление. Но если я в разговоре со своими коллегами про какого-то ребенка, буду говорить, а таких людей нет, но особенности такие есть, буду говорить, вы знаете, вот у него левополушарная стратегия мышления, а у его мамы правополушарная стратегия мышления. Для краткости мы говорим правополушарные и левополушарные. Как говорит психолог Белый, правополушарные люди за лесом не видят отдельных деревьев, левополушарные за отдельными деревьями не видят леса. Это есть, есть такие люди. И это тестирование показывает, что говорит нам психофизиология о особенностях этой стратегии мышления. Доминирование левополушария – это словесно-логический характер познавательных процессов, склонность к абстрагированию и обобщению. Для краткости левополушарные люди. Доминирование правополушария – конкретно образное мышление, развитое воображение. Правополушарные. Ну и отсутствие какого-то ярко выраженного доминирования – это равнополушарные люди. Естественно, легче учиться равнополушарным. Но даже все равнополушарные, я думаю, все равно какую-то склонность куда-то кому-то имеют. А теперь на семинаре в школах, особенно перед учителями, я всегда привожу такой пример. Выразив восхищение их терпением и работой, я им говорю, я знаю, как вам трудно сегодня работать в школе. Но вы даже не представляете, насколько вам трудно работать в школе. Перед вами сидит класс. 30 человек. Среди них есть дети. Слева полушарные стратегии мышления, справа полушарные, равнополушарные. Среди них есть аудиалы, визуалы, кинетики. Среди них есть сангвиники, холерики. Ну, флегматики тоже, думаю, есть. Среди них мальчики и девочки сидят. Это два разных мира, которых по-разному тоже надо учить. Мало того, вы тоже живой человек. И вы тоже относитесь к какому-то типу, к какой-то стратегии. А дидактика наша, к сожалению, левополушарная. От простого к сложному, от анализа к синтезу. И вспомните теперь свои школьные годы. Вот уважаемые логопеды, родители. Помните, когда вы учились в школе? В каждом классе было по несколько человек с двойками по русскому языку. Не успевающие. Они всегда были. Вот сейчас я 8 школ сменила, отец военный, за 10 лет учебы. Я вспомню всех этих двоечников. И вот сейчас я понимаю, что среди них были те, кого просто по-другому надо было учить. В этом отношении честь и хвала Питеру. Вот они на это обращают гораздо больше внимания. Я вообще честно вам скажу, считаю, что питерская школа намного опередила московскую. Даже в этих подходах к образованию объединения, необъединения и так далее. Ну ладно, это уже другой вопрос. Так вот, у них это учитывается. И было написано много работ о том, что даже с правополушарным типом мышления ребенку лучше белая доска, а с левополушарным лучше зеленая или темная доска. Я стала это учитывать в своей работе, и мне легче стало работать. И когда будем говорить об обследовании, я вам приведу пример, как воспринимает ребенок с левополушарным, с правополушарным. Есть тесты. Мы не имеем сейчас возможности их вам рассказать об этом. слишком мало времени. Но вы просто поинтересуетесь этим вопросом. Но определить, какого плана, стратегии мышления, тип мышления вашего ребенка, это нужно. Есть работы. Ну, я вас отсылаю к работам «Сиротюк». Есть работа типа мышления и, по-моему, дифференциация обучения с учетом типа мышления. Я по этим работам, по ее и по остальным работам других ученых, в том числе и не наших, западных, я сделала сводную таблицу. Левополушарный, правополушарный. На разных этапах обучения. Кого когда спрашивать, кому каким видом спорта даже лучше заниматься и так далее, и так далее. Я вам ее не привожу. Вам надо самим сделать свою таблицу. Во время составления этой таблицы вы как раз усвоите, не только узнаете, но и усвоите очень хорошо этот материал. Он ляжет именно на ту полку, которая нужна. То же самое про теорию полов. Есть теория полов Геодоке, она очень интересна. Почитайте, мальчики и девочки. Их не только учить, их даже ругать по-разному надо. Их наказывать по-разному надо. Хвалить по-разному надо. Вот эта школа, где пишут ручкой, я вам показывала, вот самая заставка первая. Там классы мальчиков, классы девочек. И это дает свой плюс. Так, ну теперь давайте посмотрим вопросы. Два раза в неделю я веду занятия по подготовке детей к школе и даю домашнее задание для закрепления материала. Без этого будет ли результат? Вы знаете, все зависит. Я несколько лет занималась подготовкой к школе детей. Брала только 5-6 человек, и мне приводили самых тяжелых детей. Я давала на выходные задания, но все задания, и сейчас в детском саду тоже даю, сводились к тому, чтобы мама, папа или кто-то взрослый сели рядом с ребенком и поиграли с ними в какие-то игры. Я категорически против, я не знаю, логопед вы или учитель, но не в обеду будет сказано кому-то, я категорически против того, чтобы к школе готовили детей учителя. Учителя не понимают дошкольника. Если они еще когда-то работали, они тогда еще могут, они дошкольника, шестилетку, воспринимают как первоклассника. И как мне сказала одна учительница, с которой я пыталась спорить, доказывать, что не надо детям шариковой ручкой писать при подготовке к школе, что не надо им алфавит учить, пусть лучше мы будем звуком говорить, что не надо письменные буквы давать детям. Мне учительница сказала, да поймите, они такие тяжелые сейчас приходят, я хочу соломку себе подстелить на первые месяцы. На что у меня сразу был ответ обратный. Вы не соломку себе стелите, вы яму себе роете. Подготовка к школе, это не значит сел за парту, да еще сел вот так. Ой, сейчас опять в меня камни полетят. У меня вот дети вот так не сидят. Вот вы посмотрите, как сидят школьники. Да, я уже сейчас говорю, я смирилась. Я говорю, ребята, пойдете в школу, будете слушать так, как говорит вам учитель. А здесь давайте мы попробуем с вами по-другому. Когда вы, ребята, получаете какую-то информацию, раскройтесь, не сидите вот так, ведь они ноги скрестили, руки скрестили, на стол навалились, они слушают учителя. И что? Как об стенке горох? Об стенку горох, это вот как раз это и есть. То есть мы раскрыты полностью для информации. И поэтому к школе готовить надо. Не учить писать, читать, считать. Они выходят, они это все умеют. Но это как-то получается все, между прочим. Поэтому домашние задания я даю только для того, чтобы поиграть вместе. А будет ли результат или нет, это зависит от того, как вы будете их учить. По каким пособиям, как вы к этому подходите. Насколько вы двигательную активность детей используете. Если они у вас повторяют первый класс, или где-то вот прям готовятся к этому близко повторению, это не подготовка к школе. Наших воспитателей в саду никак не заставить играть в такие игры. Одна игра, сидеть тихо. А это уже, извините, ваша проблема, вашего контакта. Я понимаю, что имея за плечами много лет, уже можешь заходить, диктовать, говорить. Но я никогда директивно ничего не говорила. Я старалась все через улыбку. У меня был пример, когда я пришла 25 лет назад в то учреждение, где я сейчас работаю. Когда я пришла в диспансеризацию, смотреть детей, слышу воспитательницу, у которой всегда дети сидели, и которая поставляла нам логопедическую группу каждый год, половину группы шла к нам. Она говорит, ребята, сидите тихо, а то сейчас Наталья Генриховна сделает вам укол. Вот меня тогда как подняла. Я ее готова была, я не знаю, убить. Но с улыбкой, приобняв ее, да что вы, что вы, ребята. Ну какой укол? Никакого укола я вам не сделаю. А мы сейчас с вами будем играть. И с вами по имени отчеству тоже будем играть. Старайтесь через улыбку. Помните о позитиве. Если вы придете и скажете, так, вот надо поиграть вот в эту игру. Все, надо. Ну, естественно, ничего не будет. Сейчас снимают надбавки, где снимают, где прибавляют. В любом случае получают там стимулирующие. Я не очень в этой системе разбираюсь, честно говоря. Но какие-то стимулирующие сейчас, говорят, начисляют. Вы можете защитить своих воспитателей и сказать, когда написать служебную записку, что мои воспитатели оказывают мне большую помощь, если они не получают никаких надбавок. Так вот, поиграйте с ними вместе. Ну, а если она сидит, ничего делать не хочет, это уже другой вопрос. Вы рассказываете родителям. К сожалению, Марья Ивановна не очень хочет играть. Приходите, мы будем с вами играть вместе. Я вас уверяю, 2-3 родители придут, и через неделю ваша Марья Ивановна будет прыгать вместе с детьми, как миленькая.